Наука и технологии на телерадиоканале Страна.ФМ 12 часов 4 минуты в Москве, друзья, вы слушаете и смотрите телерадиоканал Страна.ФМ в эфирной студии Роман Шахов, Лиза Калинина и наши гости. Друзья, мы с радостью представляем нашего эксперта сегодняшнего, главный редактор программы «Пора лечиться правильно», издательства Эксмо, кандидат биологических наук, автор книги «Возраст, парадоксы, преимущества и решения» Ольга Шестова. В гостях у нас сегодня Ольга. Здравствуйте, Ольга. Здравствуйте, здравствуйте. Смотрите, мы обозначили тему таким образом. Влияние питания на геном, но мы с этого как бы начнём и переключимся немножко в другое русло, правильно? Мы просто определим, что такое геном. В принципе, да. А потом будем говорить ещё про микробиом. И мы поймём, что эти два понятия очень тесно связаны. Вот, ликбез нам нужен. Даже это не ликбез, это последний тренд в науке. До сих пор считалось, что человек, у него есть свой геном, человеческий, то есть в 1953 году был расшифрованного ДНК, мы знаем, отцы. Геном — это ДНК, да? Геном — это ДНК. И в нашей каждой клетке... Генетический код. Генетический код, геном. Всё это, да, синонимы. В каждой клетке нашего человеческого тела есть один и тот же геном. Один и тот же. Но кроме вот этого человеческого генома, в нас есть ещё много-много других геномов. То есть раньше это как бы называлось микрофлора. Так. Вы, наверное, знаете такое понятие, да? В кишечнике живётся. Микрофлора в кишечнике. Значит, а что микрофлора — это всё-таки растение. Потом изучили состав этой, так сказать, микрофлоры, поняли, что растений там нет совсем. Это микро... Нет, вообще нет, ни одного. Там есть бактерии, там есть простейшие, есть немножко грибки, немножко вирусы. Поэтому микрофлора сейчас это понятие немножко отходит в сторону, не употребляют. Иногда как синоним, опять же, употребляют, как синоним более правильного понятного. Микробиома или микробиота. Это симбиоз наших человеческих генов и в 10 раз больше в нас, в кишечнике в основном, генов вот этого самого микробиома. Так что мы вообще... Того, что живёт внутри меня. Внутри меня. Он живёт не только внутри, но микробиом живёт действительно в кишечнике, в основном в толстом кишечнике, в нижних его отделах. Но он живёт также и на коже, и во всех полостях. На самом деле мы все покрыты микробами. Откуда он берётся, Ольга? Прекрасный вопрос. Ох ты, как попал. Ну, как-то логичный, да. Страдуешь, что бы мужчина задал, на самом деле. А откуда он берётся? И почему страдаешь, что мужчина? Потому что, ну, считается, что человечек, который только что образовался, да, вот, представляете, мужская, женская половые клетки, они слились в зиготу, и началось развитие эмбриона. И считается, до сих пор считалось, что, в принципе, рождающийся младенец, он вообще свободен от всяких микробов. У него нет ни на коже, ни внутри. Практически стерилен. Сейчас немножко изучили, оказалось, что кое-что там, кое-какие бактерии есть, но вот когда он проходит по родовым путям, вот тут-то и начинается развитие нашего микробиома. Он получает на кожу материнские микроорганизмы. И если ребёнок не прошёл через родовые пути, а, например, появился на свет в результате кесарево сечения, то он лишён вот этих вот самых полезных бактерий, и такие дети, это доказано, развиваются хуже, здоровье у них хуже, потому что у него нет микробиома. Иммунная система сама хуже, да? Иммунная система совершенно верно хуже. Поэтому вот сейчас везде, на самом деле, во всём мире отказываются от кесарево сечения, а в некоторых странах, например, в Бразилии, кесарево делали 60% случаев. Даже у них не хватало коек для обыкновенных родов, потому что их не было, все хотели как бы кесарево. Ну, причём 7 месяцев. Женщины хотят фигуру сохранить, да, но для ребёнка, для младенца, его микробиома, без которого мы, на самом деле, не можем нормально существовать, это гораздо хуже. И к трём годам у него микробиом полностью сформирован. Вот он получил основную массу бактерий, там в основном лактобактерии, которые помогут ему переваривать молоко материнское, много других. И он их начинает получать из окружающего мира. Почему мы хотим ребёнка вот целовать, ласкать? Может быть, даже не потому, что он, конечно, очень милый, глазки большие, пухленькие щёчки. Это, безусловно, всё так, но ещё и потому, что микробиом наш хочет жить на нём. Для него, для этого микробиома, маленький человечек, новорожденный, это новый дом. Понятно. И он хочет его заселить. И к трём годам этот микробиом полностью сформирован. Переезд совершается. Полностью сформирован. Скажите, а вот материнское молоко, он уже тоже как-то заносит микробиом, наверное? Незусловно. Раньше вот, ну, вот, может быть, женщины знают, мужчины это не знают. Раньше считалось, что прежде чем, по крайней мере, ребёнка надо как-то обмыть, вот как-то грудь, даже дезинфицирующим раствором, что, не дай бог, что там какая-то инфекция не попала. Но мы понимаем, что есть патогенные организмы, микробы. А есть огромные. А есть огромные количества, и их гораздо больше, необходимые нам. Друзья, у нас в эфире есть ещё и музыкальные микроорганизмы. Это песни. Давайте одно из них прямо сейчас предоставим место в эфире телерадиоканала «Страна.ФМ». Если у вас есть вопросы к Ольге Шестовой, оставляйте их в контакте «Страна.ФМ». Также 8909-9281-89, и 9 смс в WhatsApp Viber. А мы скоро вернёмся, у нас пока небольшая музыкальная пауза. Оставайтесь с нами. Вместе с нами сегодня, друзья, Ольга Шестова, кандидат биологических наук, а также писатель. Мы говорим сегодня о человеке, о его природе, о том, что внутри человека. Да, мы остановились и узнали о микробиоме, что это такое, и мы готовы для наших слушателей и зрителей сделать подарок. Да, Ольга? Мы готовы отдать в руки вот такую интересную книгу. Давайте несколько слов о ней. Что это такое? Книга называется «Микробы. Мама без паники». Так. Ну, не секрет, что одно время, естественно, любая мать хочет лучшее для своего ребёнка. Она хочет, чтобы у него был крепкий иммунитет, чтобы он рос здоровым, красивым, развивался хорошо. Мне всегда хватает знаний. Это естественное желание каждой мамы, но иногда она в этом желании, в желании чистоты, гигиены, она переходит в некую грань, за которую уже вредит ребёнку. Уже там фанатизм. Вот любой фанатизм, он плох, на самом деле. Вот, ну, есть такая пословица, что всё полезно, что в рот полезло, да? Вот ребёнок, ну, есть такая пословица, говорят. В каком смысле? Вот для ребёнка это вот в отношении того, что мы говорим. Потому что ребёнок тянет всё в рот, и мама бедная уже за ним бегает, что он там взял, соска упала, а ребёнок, значит, ползает, берёт в рот, там собаку, он какой-то хвост тоже тянет в рот. Это естественное желание ребёнка, оно находит противодействие и опасение у матери. Вот поэтому книга «Мама без паники» или «Как сформировать ребёнку крепкий иммунитет», так называется книга, она как раз и даёт некоторые успокоительные маме, причём совершенно научные. она говорит о том, что чтобы сформировать ребёнку крепкий иммунитет, у него должно быть здоровый микробиом, о котором мы говорили. Он сформирован, как мы только сейчас сказали, а его основы в родах в первые три года, но потом он продолжает формироваться. Раньше ведь как было? Ещё давно-давно. В семье были много детей. Там были старшие, младшие, как бы средние, были много родственников. Они там ходили на улицу, снимали обувь, предположим, да, ребёнок ползал, как бы там, эти бактерии, какие-то там микробы. Он всё как бы в рот тащил. Ну, если это в деревнях было, то как-то к этому спокойно относились. А в городе это как бы становится катастрофой. И нужно ли вообще вот это вот всё, такую безумную чистоту, соблюдать? Вот мы хотим задать вопрос. Книга в продаже, да, она сейчас? Книга в продаже. Друзья, у нас есть для вас такой подарок. Он один, вот эта книга, и мы решили, что первый человек, который правильно ответит на вопрос, который мы сейчас зададим, получает эту книгу в подарок. Итак, Ольга, давайте вопрос. Давайте сформулируем его так. Наши мамы всегда беспокоились о чистоте, они кипятили пелёнки, они каждую соску, которая упала на пол, они её обязательно там тоже кипятили, обрабатывали, руки дезинфицирующим раствором, грудь, прежде чем дать ребёнку тоже, чуть ли не йодом мазали, чтобы, не дай бог, ни один микроб не попал в рот ребёнку. Правильно ли они делали, способствовало ли это здоровью ребёнка? 8-909-928-1-89-9, WhatsApp, Viber, SMS, первое сообщение, которое к нам придёт, ну там уже решим, какое было первым, получит вот эту книгу в подарок. Ну, можно писать, да или нет, да? Полезно или не полезно? Да, да. Вот так. Правильно делали, правильно или нет? Ну, то есть, да или нет? И в конце программы мы узнаем, кто победитель. Кстати, вот до какого возраста книжка мамам полезна? То есть, вот, ну там, с рождения и до какого? До 7 лет? Поскольку здесь о микробах, всё-таки основной микробиом, вот микробиом такой же, как у взрослых людей, если его потом не травить, об этом, я думаю, поговорим, как его можно травить, или наоборот, как поддерживать здоровый микробиом, чтобы он поддерживал наше здоровье. Так вот, всё-таки основа микробиома закладывается в 3 года, до 3 лет он формируется. Так что, этот самый главный период. Дальше уже начинаются его модификации, дальше, к сожалению, начинаются антибиотики, которые, вот сейчас мы поговорим об этом, как они влияют, как бы, понятно, что когда они необходимы, это отдельная история, но мы, к сожалению, их употребляем во многих других случаях. Вот, так что до 3 лет это главный период, а дальше, как его сохранить, улучшить и не убить. Спасибо. Что ж, у нас вновь небольшая пауза, дорогие друзья, рекламная, и мы продолжим очень скоро. Оставайтесь с нами на Стране ФМ. Чтобы сделать этот мир вокруг и внутри себя лучше, друзья, смотрите, слушайте телерадиоканал Страна ФМ. У нас сегодня Ольга Шестова, кандидат биологических наук. Мы изучаем биологию рядом с собой и внутри себя. Итак, Ольга, вот расскажите нам, пожалуйста, как влияют, во-первых, антибиотики. Мы затронули эту тему в предыдущем выходе. И детям их назначали, и назначают по-прежнему, и взрослым. Ну, уже доказано ведь, что от этого страдает наша микрофлора. Но говорят и без них никуда. Микробиом по-научному, по-современному. Микробиом, да. Вот поясните нам, как быть? Знаете, ну, антибиотики – это огромное достижение, на самом деле, 20 века. С одной стороны, да? С одной стороны, потому что они могут бороться против патогенных микробов, которые вызывают очень тяжёлые болезни. И очень хорошо, что антибиотики есть. Но мы их можем потерять, на самом деле, потому что их бесконтрольное употребление очень плохо влияет на наш микробиом, который мы... И микрофлора, которую вы назвали, микробиоты – это всё, мы помним синонимы, которые могут поменять их состав. Что такое антибиотики? Антибиотики – это против жизни. Антибиус – это жизнь. Против жизни. Не только против патогенных организмов, и против клеток нашего собственного тела. Смертоносики такие, да? Вот, по-русски, если сказать... Смертоносики. Очень правильно. Зачем нам иностранное слово «антибиотик»? Смертоносик. Это пугает. И тогда совершенно другое, да, действительно, другой оттенок приобретает это слово. Ольга, новая книга появится, и спасибо Роману, и там, знаете, как дал повидный указатель, вот это слово. Это прекрасно, потому что оно и как на отдельного человека действует плохо, если его применять без показаний или без строгих показаний, так и на человечество вообще в целом, потому что мы просто можем потерять антибиотики вообще. То есть настолько резистентность вырабатывается, что резистентность устойчивость, то есть мы принимаем антибиотик, раньше он действовал, а потом перестает действовать, потому что у нас происходит естественный отбор, мы по Дарвину помним естественный отбор, да, какой-то фактор действует, какие-то приспосабливаются организмы, у которых есть определенные мутации, к этому фактору, а другие умирают. Мы хотим, давай антибиотик, чтобы умерли, вот эти смертоносики, они убили патогены, которые вызвали болезнь, там серьёзный болезнь, туберкулез, оспу, менингококковую инфекцию, но они одновременно действуют и на другие клетки. Не фильтруют, короче. Абсолютно, абсолютно, базар не фильтруют, не перегируют речевую продукцию. Сносят всё, подчистую. И то есть после этого и у женщин всякие заболевания дальше идут и так далее. Вот что делать? Назначать новые препараты, чтобы вроде как обновить, заселить полезным. Вот именно так и бывает, что антибиотики действуют после антибиотик ассоциированные диареей, например, или который называют дисбактериоз. Это не тот дисбактериоз, который делают анализы, который как бы у всех. Такого диагноза не существует. А вот антибиотик диссоциированный диареей, которая, как она происходит? Принял антибиотик, смертоносик, мне очень понравилось. О, спасибо. Потому что она отражает суть. Потому что антибиотик, какой-то положительный какой-то у нас оттенок, да, этого слова есть? А на самом деле у него есть две стороны. А мы как бы забываем о второй стороне. Да-да-да, нет. И он практически поменял состав нашего микробиома. Там, вот вы представьте себе, сколько, вот как вы думаете, сколько видов микроорганизмов у нас живёт? Сотни. Сотни тысячи какие-то там, наверное. Сотни тысячи. 800 тысяч. 800. Примерно 800 тысяч. Примерно. Вообще клеток там триллионы вообще. А видов примерно 800. Есть среди них злые. Есть добрые. Есть наши друзья. Друзья заботятся о себе, о том, чтобы было питание, и о нас. Потому что мы их дом. Они, так сказать, какой-то баланс соблюдают между собой и нами. А есть вредные, которые, в принципе, эти добрые друзья, обычно этих вредных бандитов, которые забудут столько о себе. Им плевать на нас. Им только получить, как бы, своё вот сейчас. И что там будет, пускай всё. Что-то вы хотите сказать? Как с этой моделью общества, друзья, внутри жить, мы разберёмся чуть позже. Сейчас необходимая пауза, потом вернёмся. Наука и технологии. На телерадиоканале «Страна.ФМ». Итак, Ольга Шестова в гостях у нас сегодня. Сегодня кандидат биологических наук. Мы продолжаем говорить об антибиотиках. Вредны они и хороши с одной стороны, и с другой. Вот что делать? Как потом с этим жить? Уже всех принимали. Давайте так, что принимать можно только по назначению врача. Это поняли. Мы принимаем их. У нас они безрецептурные. В отличие от многих других сторон, там только по рецепту. Уже все поняли, что это представляет опасность не только для отдельного человека, но и для популяции человеческой в целом. У нас можно прийти в аптеку, попросить антибиотик, принять его, вроде стало лучше, и слава богу. На самом деле мы произвели две очень опасные операции. Во-первых, мы навредили нашему микробиому, потому что он, как мы поняли, он без разбора убивает всех, и он нарушает взаимоотношения между ними сложившиеся. Там уже есть бандиты, держатся как-то в стороне, друзья наши в основном преобладают, пока мы здоровы. Антибиотик всех шарашит, и что там вырастет потом? Как правило, ничего хорошего потом не вырастает. Считает иногда, что можно принять пробиотик, который вроде как заселится, так сказать, в кишечник. Во-первых, чтобы заселиться в кишечник, понимаем, что в основном микробы в толстом кишечнике, им там место. Если они проникают из толстого, в более раннее отделе, в тонкий кишечник, то это уже плохо, на самом деле. Так вот, чтобы ему пройти в толстый кишечник, ему надо пройти через соляную кислоту желудка. Ого! Ну, конечно, там же соляная кислота, у нас кислая содержимая желудка. То есть такой, да, процесс. И никто не контролирует, сколько там дошло. Так что, ну, хочется пробиотик, принимайте. Не хочется, не принимайте. Помочь это сильно не может. Скажите что-нибудь хорошее, я сейчас водички покажу. Нам вот интересно, если заселять, то есть ли возможность чем-то природным заселить? Или уж так как антибиотик не природный? Это тоже химическая такая штука, с одной стороны. Много различных фирм, люди теряются в этом, что нужно выбрать. И в связи с этим, вот как разобраться, даже если человек уже согласился принимать этот пробиотик, вот какой, и что из этого хорошо, что плохо, вообще не ясно. Или что-то продуктов можно обычным взять. Доказательная медицина не подтверждает действия пробиотиков. То есть если вам нравится кушать простоквашку, а додефилин вам обещает, что там огромное количество полезных микрорганизмов, а пробиотикой нам обещает производитель, что там полезные микрорганизмы, которые пройдут через наши 8, кстати говоря, метров тонкого кишечника и окажутся в толстом кишечнике. Но никто это не доказал. И сколько их там конкретно, миллион, два, миллион и три, и сколько из них живых, и сколько дойдут, вот это, знаете, это бабушка вилами, так сказать, по воде писано. Никто это не проверял, доказательная медицина ничего не подтверждает. Хочется, нравится пить, еще Мечников говорил, Мечниковская простоквашка вроде как полезная, и он считал, что это элемент правильного поведения, особенно как бы ближе к старению, он считал, что это против старения. Может быть, он прав был в каком смысле, Мечников наш, да, знаменитый, один из двух наших знаменитых ученых российско-советских, который получил Нобелевскую премию по медицине и физиологии. Он считал, он правильно считал, что здоровый микробиом – это здоровые дети, это здоровые средние поколения, это здоровая старость и здоровые долголетия. В этом смысле он был прав. Но как нам сохранить свой здоровый микробиом при таком количестве факторов, особенно вот, который связан с лечением антибиотикам, значит, ну, давайте так, стратегия очень простая. Если необходим антибиотик, то мы его принимаем. Деваться некуда. Если выписали, то есть у вас… Но есть масса случаев, когда антибиотики прописывают заря, к сожалению. Я не знаю другого способа, чем вам помочь в этом случае, как вам синформировать. У нас в книгах все это написано. Ну, вот, например, самое распространенное заболевание – отит. Отит – отит. Воспаление среднего уха, то, что называют. Очень сильно болит ухо. И, как правило, если мы пришли к алтурингологу, он, как правило, антибиотик выпишет, и вы его примете, и вроде бы станет лучше. Но доказательная медицина нам говорит, что с антибиотиком, что без антибиотика, выздоровление наступит примерно через одинаковый период времени. Вот отсюда вопрос. Зачем принимать антибиотик? Это просто доказано. Доказано в контролируемых, рандомизированных, двойных слепых исследованиях, то есть в исследованиях, которые провели по правильному дизайну. Так что при отите, если он не проходит более недели, тогда да, там уже какая-то инфекция еще присоединилась, тогда антибиотик нужен. Но, как правило, при отите достаточно обезболивающих. Оно все вам пройдет. Особенно у детей. Потому что у детей применение, особенно до трех лет, мы помним, когда формируется самый микробиом, до трех лет. Самый частый случай применения антибиотиков у детей – это вот как раз отиты. Так вот, доказано, что если их применять, то микробиом будет хуже, и это провоцирует дальнейшие заболевания, потому что микробиом уже должен сам восстановиться, он будет долго восстанавливаться, бедняжка. Хорошо. Давайте тогда про питание поговорим. Ну, какой-то есть же эталон. Я понимаю, что для одного хорошо, а для другого вредно, но все равно… Или основные правила какие-то, да. Да, питание генома – изначально наша тема, влияние питания на геном. Вот что идеально, в хорошем смысле слова, но такой как пример. Давайте так. Ну вот геном, мы поняли, что наш геном, в принципе, как человеческая личность, он состоит из генома, собственно, человеческих клеток и генома микробиома, то есть многих-многих микроорганизмов, которые у нас есть в кишечнике, на коже, и много практически где-везде. Мы все осеменены, эти микроорганизмы, и они нас защищают, они нам помогают, они нам помогают перерабатывать пищу, помогают получать из неё максимум полезных веществ. Некоторых ферментов, которые переработают пищу, у нас нет. Это могут сделать либо микроорганизмы до того, как мы приняли пищу, то есть это ферментированная пища, вот йогурты, квашеная капустка. Вот квашеную капустку вы давно ели? Ну, бывает как-то так. Вот, вот, это очень хорошо, потому что уже микроорганизмы, не те, которые в нашем теле, а которые вне, они уже сделали эту капусту более приемлемой для нашей микробиома. Они уже часть работы выполнили. Чуть-чуть переварили. Можно так сказать. Ну, мы говорим, ферментировали. Или там вот пророщенные ростки. То же самое. Ведь в любой, в любом зерне, хоть пшеница, хоть в любом другом, питательные вещества до того, как начнет прорастать зерно, они хранятся в гранулах, которые мы практически с трудом перевариваем. Но если оно начинает прорастать, оно уже, естественно, образом, эти питательные вещества, эти элементы, в том числе марганец, козырецин, которых у нас очень часто... Витамин Г, по-моему, там. Совершенно верно. Вот масло, на раз, зародыши пшеницы вспомнили. Они уже в более употребительном для нас виде. И это зерно, вот, хлеб из пророщенных, предложим, зерен, или даже просто кинутое зерно, которое чуть-чуть дало маленький-маленький корешок, это уже пророщенное зерно. Фитаты уже сделают, ферменты, которые там есть, они уже сделают часть работы за нас и за наши внутренние микроорганизмы. То есть есть взаимодействие между внешними микроорганизмами и внутренними. То есть вообще ферментированные пророщенные, да, в принципе, это хорошо. Это вот один разговор. Почему, например, йогурт, кефир гораздо более полезен, чем молоко? Потому что там больше веществ, которые мы можем усвоить. Вот. То есть там больше питательных веществ, по-моему, я говорю. Хотя, вроде бы, из одного и того же продукта. Друзья, у нас сейчас очередной музыкальный продукт. Оставайтесь в компании Страна.ФМ. Скоро мы вернемся к разговору. Друзья, Ольга Шестова в гостях у телерадиоканала Страна.ФМ. Кандидат биологических наук, писатель. И мы сегодня разговариваем о здоровье. Мы, да, продолжаем о питании. Мы поняли, полезно простокваша, квашеная капуста. Что еще? Ферментированные продукты. Какой еще режим, да, должен быть питание? Про мясо меня спросили, да? Ну, особенно мужчинам интересно про мясо. Мясо – дело неплохое. Им только не надо злоупотреблять. Красное мясо, считается, если два раза в неделю, то не несет никаких рисков. Кушайте на здоровье. Причем даже считается, ну, естественно, хорошо мясо, так сказать, молодого бычка, а не какую-то старую говядину. Поэтому, если сильно прожаренное, если вы заказываете в ресторане сильно прожаренное мясо, вам точно совершенно принесут старое мясо. Потому что молодое сохранят для тех, кто любит средние прожарки или даже с кровью. Вот это лайфхак, вы нам сказали. Да, 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 точно. Спасибо большое. Так что, ну, если дома, как бы вы знаете, что вы готовите, а вот если, как бы, в ресторанах, или особенно там в комбинатах быстрого питания, то там вот именно так будет происходить. И даже в других ресторанах тоже. Ну, то есть, как бы, это понятно, да? Завтрак, ужин. Какой режим должен быть? Имеет сейчас это значение или нет? Вот режим питания именно? И что есть? У нас такая жизнь у всех, наверное, суетливая. Иногда мы утром не успеваем позавтракать, а нам говорят, а надо завтракать утром, а ты не позавтракал, и вот у тебя чувство вины, и вот как вообще. Ничего страшного нет на самом деле. Главное, чтобы в течение дня, в принципе, человек получил нужное количество макронутриентов, поставщиков макронутриентов. Ну, это известные белки, жиры и углеводы макронутриентов. Но сейчас введён ещё один макронутриент. Это пищевые волокна. То есть, и мы, поскольку говорим о микробиоме, о его генах, то есть пищевые волокна – это как раз кормление нашего микробиона. Он должен получить свою долю пищи, потому что витамины, микроэлементы – это всё надо, это всё для нас. Микроэлементы, макронутриенты. А пищевые волокна – это для более поздних отделов кишечника, там, где обитает микробион, до толстого кишечника. И пока он не будет сыт, вы будете передать. Почему? Потому что чувство сытости у нас возникает из трёх источников. Первое – это от желудка. Блуждающий нерв говорит, вот наполняются стенки желудка, там вот он покрыт у нас всем такими сосочками, то есть они вот пищей как бы заполнились, блуждающий нерв дает первый сигнал, дает первый сигнал, что пища поступила. Но если это не питательная пища, ну вот жестокие опыты были, мы Павлов вспомнили, Мечникова, Нобелевских лауреатов, давали собаке, там, набивали её не питательными веществами, но камешками, ну, собаки не жаловались, они потом жили долго, не беспокойтесь о них, но эксперименты такие были. То есть первое – она переставала есть, потому что получала сигнал, что желудок наполнил. Но если химически не поступали питательные вещества, она снова начинала есть. Так вот, для того, чтобы следующий сигнал – это гуморальный, то есть у нас поступают гормоны, вырабатываемые в кишечнике, что мы, ну, в основном это лептин, я не буду у вас сильно гормональными какими веществами. Гормон лептин поступает в мозг, в отдел мозга гипоталамус, который отвечает за чувство голода. И этот сигнал говорит, да, мы сыты больше есть нельзя. Но если через некоторое время вступает, так сказать, голос свой подаёт микробиом, потому что для него, если до него ничего не дошло, если мы не употребили достаточно количества овощей, фруктов, волокон пищевых, то есть он тоже голоден, ему нечего есть, ему нечего фрорментировать, и он говорит, голоден. То есть вы вроде покушали, вы покушали чипсиков, вы покушали сладенького, вы покушали гамбургера. Глюкоза поднялась. С инсулином мы отдельно поговорим. Давайте, бедные, про микробиомы сейчас закончим эту историю. Вот, он голоден, и он уже подаёт сигнал, что вы голодны. Хотя у вас зашкаливает инсулин, у вас зашкаливает глюкоза, у вас вообще вроде бы вы сами сыты, но надо накормить не только себя, а надо накормить свой микробиом, чтобы все были здоровы. Надо с микробиома начинать. Это овощи-фрукты. Чем он уедается, микробиом? Он ест пищевые волокна. Для него это самое главное питание. Это то, что есть в овощах и фруктах. Там кожура персика, например, но это же полезно. Ну там в апельсине, даже не только в этих вот волокнах, там внутри есть полно волокон. Вот одно время, знаете, вот в Америке, до нас, к счастью, не дошла эта история, считалось, что очень полезно пить апельсиновый сок. А вот утром, да, вот фреши, кстати, вот эта вся история о фрешах, сейчас она очень притухает, если вы знаете, сейчас смузи история, сейчас мы тоже два слова об этом скажем. Выжимали сок, выбрасывали вот это все ненужное, и сок выбивали. Это чистый сахар, грубо говоря. Это подскок глюкозы, в ответ выброс от почечника инсулина и жуткая инсулининмия. Ничего хорошего в этом нет. Кислота, наверное. А смузи? Смузи, да, и, кстати, от апельсинового сока уже все американцы, все диэкзологические ассоциации Америки не рекомендуют апельсиновый сок, рекомендуют все вместе, потому что, если мы только пьем апельсиновый сок, как, впрочем, и любой другой сок без мякоти, то мы питаем только себя, а микробиом остается голоден, и мы очень быстро хотим есть, потому что, вот, если мы едем сладко, мы его постоянно хотим есть, потому что подскок инсулина, нужен сахар, нужен сахар, нужен инсулин, подскок инсулина, и начинается вот этот вот каскад, порочный круг, абсолютно точно. Если же мы едим меньше веществ, которые содержат глюкозу, сахара, то мы, во-первых, мы говорим о соке, да, то мы питаем и наш микробиом, и тогда он там подает сигнал, да, все хорошо, мы получаем удовлетворение. Это о смузи. Предположим, мы о смузи. То есть он полезен, он как полезен. Смузи, если выбирать между целым апельсином и соком, мы выбираем целый апельсин, но если выбирать между соком и смузи, то лучше смузи, вообще лучше есть целые фрукты. Смузи, конечно, тоже хорошо, если выбирать сок, да, все-таки там какие-то пищевые волокна есть. Но целый фрукт лучше смузи. Но я тоже делаю смузи, мне тоже нравится. Утром там вот, например, давайте такой полезный смузи, я вам скажу, рецепт, мой любимый. Я его вчера ела, я его обожаю. Если удается достать хороший авокадо, такой мягенький, сдрелый, но, честно скажу, до нас авокадо, которые доходят, они такие не очень вкусные. Вот я была когда в Мексике, они вообще там другие. Другой вкус. Да, но, тем не менее, все это авокадо, это авокадо. Значит, ну мы, понятное дело, разрезаем косточку тыквы, вынимаем, значит, вообще это жир, растительный жир, который мы недополучаем на самом деле. Вот было такое время представление, что жир это вреден. Это тоже представление, что сок полезен, а жир вреден. Сейчас все с точностью наоборот. Это углеводы вредные, да. Сок гораздо менее полезен, вообще-то сплошной вред, в отличие от целых фруктов. А жир, который мы принимаем, кушайте на здоровье. Будьте рожать с маслом или авокадо, это все плюс к нашему здоровью. Итак, авокадо. Ой, как хорошо. Значит, мы его ложечкой, ложечкой, и блендер, блендер. И туда же, вы знаете, что проколи, причем свежую, невареную, она будет такая немножко хрустеть. И туда же немножко апельсиновых долек туда. И вот это вот все, вот блендер, тык-тык-тык-тык. И получается, если побольше апельсина туда положить, оно будет как пить, жидкое. Если не класть, в принципе, трех, если туда еще... И это полезно. Это необыкновенно полезно. Это необыкновенно полезно для всех отделов нашего кишечника, для нашего организма, для мозга. Во-первых, брокколи – это вообще источник огромного количества микроэлементов, питательных веществ. Это вообще бесценный элемент. Вот мы брокколи, честно говоря, как-то не очень знаем, да, вот эту вот капусту. Брокколи, как такое название? На самом деле, капуста и есть капуста. Брокколи, да. Один из самых полезных источников. И свежее, даже лучше, чем море. Она так похрустывает. Ой, какое хорошее. Друзья, у нас время, к сожалению, убежало неумолимо. Победила Наталья. Сказала, что не полезно кипятить. Вот видите, вот то, что мы спрашивали, и все соски и предметы. Наталья, мы с поздравляем. Книга ваша. Ольга, мы рекомендуем еще вашу книгу, которая называется «Возраст». Мы ее показывали. Вот. Очень полезно. Спасибо большое, что вы к нам пришли. Спасибо. Ольга Шестова была у нас в гостях. Так, коротенько. Спасибо. Спасибо большое. Наука и технологии. На телерадиоканале «Страна.ФМ».